Вы нам часто пишите, цыгане, бомжи, перекати-поли и так далее и тому подобное. На самом деле на это мы внимания не обращаем. Вы еще пишите, живем постоянно в машине, как такое вообще возможно и так далее и тому подобное. Ой, ребятки, на самом деле в прошлом выпуске Антоха тоже подчеркнул то, что оборудование вот это вот все, чтобы очень круто отдыхать дикарями, оно стоит очень-очень приличных денег. Для того, чтобы путешествовать на комфортной машине, а у нас она очень комфортная, трансформируется, кто не знает, это Volkswagen Multivan, она тоже стоит немало. И вот сегодня как раз выпуск про таких людей, которые любят путешествовать. И не нужно путать понятие отпуск и путешествие, потому что в путешествии ты живешь, ты проживаешь совершенно другую жизнь, где нужно решать очень много вопросов. Это жизнь, просто она в путешествии. И вот сегодня я вас познакомлю с нашими друзьями, с нашими зрителями, которые так же, как и мы, ездим на машине, путешествуем. И машины эти стоят денег, приличных денег. Поэтому можете по-прежнему называть таких людей, как мы, бомжи, цыгане и так далее и тому подобное. Это ваше дело. Но сегодня я вам покажу, как живут такие бомжи. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Сегодня в кемпинге у нас туса друзей. Сейчас приехали одни ребята. К вечеру приедут другие ребята. Кто за нами давно наблюдает, конечно, вы их видели уже давно. Ну а для тех, кто впервые у нас на канале, сейчас будем знакомить. Приехал наш зритель Руслан. О нем и рассказывал в телеграм-канале. Кто не смотрел зря, подписывайтесь. Вот Влад уже моет автодом. Сейчас вам покажу, как это все происходит. Привет. Привет. Вы снова здесь, да? Нет. Ты что, в самый ответственный момент? Да, 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 я подловил тебя. Так, ну ты хоть расскажи, как ты его моешь, зачем ты его моешь. Потому что он как помойка грязная. Как помойка, да? Да, очень хорошо. Все понятно. Что-то наверху есть, пойдем смотреть. Все, уже все. О, че-ка ты? Вот так вот. Сейчас нормальный контент не сняли. Вот это да. О, у тебя панели стоят? Слушай, ну крутые. Это которые, это, сжимаются, да? Блин, клево. А на сколько они? По 100 Ватт, по 400. Вот, я вот такие тоже все хочу поставить. На бокс, знаешь, прицепить их. А как ты его больше принудишь? Включать, отключать, типа разъемку эту сделаешь. Ну, типа да. Они постоянно-то зачем мне нафиг нужны-то? Сегодня мне Маша с Димой кое-что привезут. Целую станцию. Как, чего станцию? Яндекс.Станцию Алису? Да. А, смотри, кусок не помыл. Рука-то не дотягивается. Залазь на лестницу снова, я это серьезно говорю. На. Ага. Ты можешь не дотянешься? Ты че? Вон, видишь? О-о-о-о. Красава. Вот так вот. Любишь кататься? Любим эти караваны. Все верно. Вот так вот. Дайвером тур каравана-то, а? Такой черный был вообще сверху. И так, смотри, вон он. Вот, отличие, смотри. Да, да, да. Бам-бам, вот так вот. Просто полгода под навесом стоял. Вот настоящие путешественники, понимаете? Вот покупаешь караван, вот лайфхак от Лада. Покупаешь караван, ставишь его, и он полгода стоит. Так? Вообще бомба. Сдача получается. Удом не надо покупать. Во-во. Сейчас вы услышите историю от человека, который проколесил и вернулся. Зачем вернулся? Слушай, в Турции проблемы. Нет турников. Дима здесь красавчик, у него здесь турники, брусья, а так не хватает. Это твои девчонки-спортсменки? Да. Йоо, вот это нам надо точно с тобой заснять. Всем привет. Вы на канале Кемпер Тревел. Это вырежу. Придется вырезать. Теперь все. Всему хана. Девчонок обязательно нужно снять. Такие кувырки. И мы просто всегда сотребляем. Через сколько тренировок? Они меня и стимулируют как раз к этому. Сегодня надо обязательно. Перерывчик три дня произошел. Мы смотрели. Где были за тренировки? Ты их не догоняешь. Проехались в сторону Каши. Там постояли. Слушай, ну там такие, конечно, ну отличаются. Каши такой сам по себе. Узенький город, весь гористый. Я там в такие дебри запрел прям вот. С прицепом сложно, да? Такие митражи прям делал. С прицепом сложнее. Там в город заехать вообще сложно. Да, да. Тяжелее было немножко. Покажи свой прицеп. Слушай, ну... Он как раз у тебя... Вы только приехали, он у тебя разложен. Там все хорошо. Я хочу все-таки канистры, кстати, экспедиционные. Вообще лютые. 20, да, литров? 20 литров одна канистр. Вообще шикарно. И места не занимает вообще. Мне положить прицеп в автодом можно соединить их между... Да. А не вот эта труба на крыше, понимаешь? Понимаю. А у тебя там вода уже была, да? Да, в трубе вода всегда. Тоже 25 литров. Солнечные панели, аккумуляторы там... Слушай, душ принимали вечером, прям красота. Утром заливаю воду, вечером прям... А, ты сюда заливаешь воду. Вот, у меня в машине получается, если вы помните, стоит труба на крыше, она тоже нагревается. А здесь вот такие канистры. А, они вкручены к тебе туда, да, как-то? Да, крепятся к стенке. Это уже... То есть можно наращиваться тут сколько угодно. А-а-а. То есть вот одна, вторая, вот она у меня еще сзади. О-о-о. Можно и при желании сюда нараститься. У тебя здесь маркиза, тут маркиза. Каждому автодому. Выход воды и канализации. То есть сливать прям здесь можно? Открываешь канализацию сюда, трубу бросаешь и все, у тебя безлимит. Да, и это вот в каждом месте. И щиток с электричеством. Каждому месту освещение. А, еще под освещение, да. За 20 евро. А, так вот. Супер, супер. Там душ, да, душ-палатка. А, это душ-палатка. По левому борту. Покажешь? Я не видел. Я тоже не видел. Вот так вот, человек хотел припарковаться. А мы его... Так можем только мы. Ты в душ, да, пойдешь сейчас? Да. Отлично. Две ночи мы, по-моему, как он, в Финики. В Финики. А не доезжая до него, есть такой пляж здоровский. Да, где Камалука между Финикой и Камалука? Большой, красивый пляж, но при этом вообще немноголюдный. Ага. И вот тут пользовались вот эта штука как раз. Достаточно удобно. 30 тысяч человек смотрят, поэтому надо все показать. Вот, это все в комплекте шло к прицепу, да? Ну, это потом уже, скажем так, добиралось. Слушай, ну это мне очень нравится история. О, и никакая палатка не нужна. И при этом еще здесь можно отгородить сам прицеп. Если там дождик или еще что-нибудь. Крышу сделать. Можно еще и крышу сделать. И туалет можно в нем сделать. Можно туалет, можно какие-то вещи слить. Слушай, ну очень круто. Производство сватье? Это наши ребята, по-моему, в Новосибирске находятся. А цена? Ну, я вот брал ее за 15 тысяч. Слушай, нормально, вполне с креплением железного. Я просто даже таких и не видал. А тут что, на липучках он, да? Так, ну давай. Клепочек. Валя, камень, ножницы, бумага. Кто первый? Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ха! Всем пока. А, типа ты выиграл, ты первый? Ты что, собрался воду сливать? Ха-ха-ха. Вот так живут настоящие семьи. Пока муж ставит душ, жена уже вон. Подкатники под колеса. Вот так вот. И даже команды не прозвучало. Представь, сама знает уже сразу хлоп-хлоп. Это уровень? Слаживо. Слаживо. Да. Ну, мы и напросимся, естественно, вовнутрь. Конечно. Все. Залетаем. Welcome. А, ну здесь, в общем, сразу кухонка. Так. Свет, да? А, вот. Газовая, миниатюрная, смотри. Газовая горелка. Я видел видео, посмотрел. Полочки. Прикольно. И... О, даже два яруса получается, да? Получается, второй ярус, он как телескопически выдвигается сюда. Ага. Получается шириной, там, метр десять. И длиной метр сорок пять. Нижний ярус здесь для приема пищи. Можно столик поднять. Либо вот спальный лес. Здесь вот еще, ну, он же сам по себе такой небольшого размера, кем-то. Здесь поэтому сделана ниша такая, чтобы можно было на кухне находиться и во весь рост. Ничего себе. О! А зайди вовнутрь, чтобы это представить. Смотри, здесь есть вентилятор, а у тебя нет. У меня нет вентилятора. Вот даже вот в таком маленьком, понимаешь, есть. А у тебя нету. Антоша, Антоша, как ты живешь, а? Ну что ж... По туфу, по тулю. Во, вот для этого погреб здесь, видите? Вот это да. Сделали. Вот так вот. И в полный рост. Да, то есть при этом уже удобно. Ну, очень круто. И еще, как все мечтают, кухня с окном. Вот так вот. И с москитной сеткой от комаров. Точно. С шикарным видом. Вот так вот. Как вы докатились до такой жизни? Ну, честно признаться, есть такие люди, Антон, Слава, которые как хочешь, не хочешь, они просто тебя вот подвигают к этому. Когда-то, находясь дома, у себя в комфортном месте, утром за завтраком смотрел ролики. Жил нормально, да? Проходит какое-то время сегодня, вот уже с ними в одном месте отдыхают. А тут, блин, мы нарисовались. В доме, слышь, Слава, в доме живут люди, в доме. Ты уже забыл, наверное, все по палаткам, жену свою с тремя детьми. Да. Таскай. Нам вообще позор, видишь? Большой ларь и ящик из большой известной фирмы с французским названием. Понятнее меньше, что такое. А, ну эти прикуриватели... А, аккумулятор в прицепе, все есть, вон там все эти... Слава, ну ты еще не знаешь все эти вещи у тебя, потому что... Да, я еще не знаю, да. У тебя этот еще... О, Настя, неси, неси, будем жарить, разгорелось. Да, да. Мы на минималках, понимаешь? Маркиза. Маркиза, да. Но такая маркиза не сильно, наверное, удобная или удобная? В таких вот прицепах живут путешественники, которые путешествуют, а вот в таких вот огромных живут те, кто просто... Просто живет. Поэтому welcome. И здесь все покажем. Здесь, короче, на самом деле прям вообще квартира. Ну, заходите. Пригласили соседей. К их соседям. Вот так вот. И заводит их в дом другой сосед. Проходите, пожалуйста. Да. Здесь сразу и спальная зона, и обеденная зона. Так. Где тут цвет? Ты шаришь в домах? Шар, вот он. Вот он. Вот. Здесь холодильник. Натаха, если ты спалишь, то я смотрел в твой холодильник. Короче, видите, холодильник большой. Ну, это на самом деле палаты прям, да. Огромная. Здесь, кстати, нашего прицепа здесь какой-то... Здесь полный этот, комната. Пойди, посмотри. Прям полная это... Ванная. Кухня. Да. Здесь же в полный рост. Слушай, прикольно у вас тут. Ты Влада, сними, что он здесь помещается. У нас как будто не был. А что я заглянул в холодильник, думаю, сейчас банку пива возьму, а его этого нету. Как ты живешь? Как ты живешь? Как ты живешь? Как ты живешь? Ха-ха-ха. Здесь фишка этого дома, то, что здесь полноценная ванная комната. Смотрите. Прям как дома, реально живешь как дома. Вот это да. Представляете? Вот так вот. Вот как люди живут. Сейчас еще приедут наши друзья на Калифорнии. Я вам покажу, что такое Калифорния. Сегодня вот так вот по обзорам. Пока мы ждем Машу с Димой, когда они приедут, решили сходить до моря. Так что идем. Вечером купаться одно удовольствие. Наши дети обычно доплывают вот до дальнего круга. Сегодня, так как с нами еще есть Кира, они доплыли только до вот этого круга, но потом поплыли все дружно вот на тот круг. Сейчас там немножко отдохнули и плывут снова на этот круг. Смотрите, какая дистанция. Они спокойно плывут. Кстати, а море сегодня такое грязное вообще просто. Ужас. Смотрите, как... Глубина 3 метра. Вот Антоха кричит, глубина 3 метра. Рокиньте. Смотрите, как они это делают легко и просто. Родик впереди, потом Кира, Софика, Тема. Юля опаздывает. Несоциализированные дети плавают. Несоциализированные, да. Плавают на глубине 4 метра. Достают. Антоха научилась доставать до дна всех, вообще спокойнее. Несоциализированные, не смотрим. Камеру не Ничего не смотрим камеру не этого. Почему я так хорошо плаваю? Я сейчас запрошу по поводу достал. О, достал камень. Мама, пац, еще что же ты стал? Кто хочет спросить, что я так все будет плавал? Не, Тема, не надо, я камеру в сторону не опускаю. Так, а Мирошка где-то на берегу там с населенкой бултыхается. Ты так пугаешь, конечно, а где Мирошка? Возвращаемся в кемпинг и тут у Димы приехал друг из Литвы. Смотрите, посмотрите, какой номер ДД. Что вы знаете о понтах? Вообще, вот это, вот я понимаю. Какие там три семерки и там какие-нибудь три. Да, вот ДД и все. Вот это я понимаю. Сейчас узнаем, сколько стоит этот номер. Вопрос сходу. Дай. Пошли, правда, сразу спросим. Дима, всех снимать можно? Никто не в розыске? Никто не против? Вопрос сходу, сколько стоят такие номера? Много. Это недорого. Это не везло и латвист. Мы уже так и поняли, я уже даже представил, я так и знал. Ответ, ответ получили? Нет, дорого, дорого. Мы думали от трех можно символов, а тут два. Это же вообще. В Сербии, сейчас мы ехали из Латвии, в Сербии думали, что это дипломатические номера. Понты дороже денег. Это даже дешевле, чем много. Да, да, это вообще круто. Джеррики, смотри, что за машина. Да ты хорош. Равный внедорожник. Короче, Влад, Влад дал мне машину, говорит, даете до магазина. В итоге мы только выезжаем из кемпинга. Натаха увидела, что я за рулем и бежит прям. Нет, говорит, я вас сама отвезу. И прикиньте, реально везет. Славян, ну просто продавать квартиру в Израиле, чтобы окупить эту машину. Да ты даже не дотягиваешься. Смотри, она не дотягивается. Выложит. Я короткая, ну что поделать. Антоха, сейчас пранканем Натаху. Заходим и идем дальше. Я походу услышала. Решил порадовать детей. Так, пока. Закрывай ворота. Мы завтра уезжаем. Решил порадовать славянных детей молоком вегетарианским. Мы ее оставляем там, за воротами. Заезжайте. Так, все. Идем. О, мирошка, как папу встречать. Какой довольный человек. Я как-то не учити. Ти-ти-ти. Ой, скажу, что этот человек всегда с камерой. Какие люди без охраны? У тебя новая майка какая-то. Нет, да мне. Привет. Привет. Освободились еще в день. Так, сейчас подожди. Где вещи мои? Нет, я вам сразу сходу, я не проверял еще вещи, но это вам держите. Спасибо огромное. Как говорится, за встречу. Сегодня мне нальете бутылку и я сам выпью. Твоя задача просто открыть. Дима, Маша, это те самые люди, которые тоже, вот, это, вот, все, это тоже вот те самые цыгане, бомжи, без родины, без флага и так далее, подобное. Я просто сегодня уже снимал ребят, одни с Уфы, Влад, вот, у них-то все проще у Влада, они стоят 6 месяцев, понимаешь? А их машина, вот она, Калифорния. Кто знает, давно стоит, уже их видел машину, но я еще раз расскажу. Все, давайте ваше внимание показывать. Кстати, они мне кое-что привезли. Так вы не палите, что мне привезли, ладно? Это будет потом в других выпусках. Ты про скейтборд? А, ты с ним. Я про скейтборд. А где моя главная штука, которая без скейтборда? Она здесь, да? Еще что-то надо было взять, да? Мы же поговорили, что она большая, тяжелая. Но ты коробку привел, сам мне коробка нужна. У меня пенопласт только, пенопласт. Короче, у ребят тачка. Volkswagen California. Морись, какая крутая. Это то, что я хочу сделать с своей машиной, это врезать вот такую вот крышу в палатку. Вопрос, когда я это сделал, не знаю. До хрена стоит. Плюс-минус то же самое, что и наша, только у них еще полный привод и у них встроено... Что у вас там встроено? Кухня? Да. Все, включай, ребята. Такой тачки вы не видели. Поэтому только для вас и только у нас есть такая штука. У них, в отличие от нашей машины, переднее кресло поворотное, у нас их нету, но у нас здесь стоят поворотные кресла. Вот так. два спереди, два сзади. Ну, круть. Вот это кровать. Вот если вкратце, это вот опускается и кровать. вылезай. Прям сюда? Вот это дела, ребята. кресло быстренько переворачивается. Переворачивается. Блин, кстати, я в этой машине стою вообще первый раз. Меня обычно не пускают, потому что это в тапочках, ноги грязные. Сегодня я помыл их. Да, сейчас еще размер твой будем снимать. О, мы просто завтра с ребятами едем в небольшое путешествие совместно. Это будет в следующем выпуске. Для него нужно спец... Спецоборудование. Спецодежда. Спецтапки. Мои тапочки не подойдут. Да. Вот так вот. Так, а что мы... А, вот сюда вот, смотри. Ай. Ага. Все, вот кресло развернул, значит, второе мы не разворачиваем кресло, потому что... Это кресло-шкаф? Кресло-шкаф, да, мы туда складываем, вот потом перекинем второе детское кресло, ждем, когда у нас... И вот так. Смотрите. Ну, разве это не красота? И все, здесь прям достаточно. Это не ночью на лыжах ездят просто, не обращайте внимания. Это в трекинг ходим, не лыжи, в трекинг. Ну, короче, ну, давай, сейчас. Тихо-тихо-тихо, она же не выдержит тебя. Ты что? Ты куда-то лезешь? Знаешь, дети как-то, просто непонятно. Вот размер. Короче... У тебя сколько рост? 142? У меня метр семьдесят. Ну, тут два метра в длину. Блин, ну, круто. Матрас все в комплекте шел. И метр двадцать в ширину. Ламели ортопедические, форточки, турник. Вон, Дима, да, здесь турник включается? Дети, да, пытаются это как турник, кстати, использовать. Мы все время ругаемся. В комплектациях побогаче еще открывается вот это вот. Но вы бедняки? Да. У вас не хватило деньжа, да? Да, ладно, потом заработает, поменяете. Можно врезать. Вот. Вот так. Короче. Ну, все. Слазь. Давай сейчас показать тебе? Давай, конечно, сейчас подождем. Марич, как легко поднимается. Вот. Да. Так, что еще у нас? Тоже по-бедному крыша не автоматическая. Дима сам. Ну, пусть это не расслабляется. Спортом занимается. Вообще бы облинился. Вот. Но это плюс, потому что у нас наверху этот багажник. Ну, да, да, видите, здесь большой бокс. Автомат, они ломаются потом, эти стойки автоматически. Короче, системы ломаются. А бокс ребятам пробили, они загнали машину в Турцию, им на подъемнике подняли тачку, прикиньте, и врезалась. Короче, жесть. Турецкий сервер. Да. Скорее всего, два раза. Да? Ну вот, они вроде все сделали заступивание. Они один раз, короче, проехали и поставили, все убрали, как будто ничего не случилось. А Дима говорит, я уже потом смотрю, там, в другом месте пробои. И потом чувак садится и при нас еще раз, раз, и там они уже схватились. Короче, я к тому, что, ребята, если они будут продавать свою машину, и вы ее увидите, узнаете, если они там напишут не битая, не крашеная, они нагнали. Крашеная и немножко битая, но не ими, турками. Неважно, я знаю про бампера, не рассказывай. Все, давай про кухню. Кухня. Кран, две конфорки, газ, вот эта, короче, штучка, входила в комплект, а вот эта, смотри, как подобрала, это Икея. Ну круто. Тряпка входила? Нет. Ай-яй-яй. Недоработка у Фольксвагена, да? Да. Ну, этот холодильник, мизерный. Что есть в холодильнике? На неделю хватало. Что есть? Рубрика. Что есть? Вино, огурцы, кефир. Что еще нужно? Вы побухать любите, да, я смотрю? Все, больше ничего не надо. Детям по творожку дать. Так, тут шкафы. Шкаф купе. Тут вкусняшки всякие, хлебушек, внизу крупы, такие контейнеры всякие. приспособили. Здесь посуда. Крутяк. Вот этот чемодан, прикиньте. ложечки. Здесь, ну, какой у нас там, тарелки. Ну, здесь кастрюльки. Ну, бытовуха, короче. А это стол. Да, стол. Выкатной, выносной. Это, фишка классная. Да, сейчас классная. Другая. Стол один, ну, как раз, когда он стоит. Есть стук, короче, его можно вот так, и он вот так подвешивается, и тут вот висит. Ну, я не знаю, если это готовить, то это же кресло будет. В общем, мы им не пользуемся. и второй стол. Заходи сюда. А, опять зайти? Да. Я уже ноги вымазал, пустишь? Ничего страшного. Так, Вот, смотри, это есть на улице. Вот так. да, блин. Вот так. Смотрите, смотрите, просто отстегнула, и все. Чик. Да, и... А Дима сейчас, а Дима сейчас достанет, наверное, эти... Дима, мы сейчас все разложим, ты потом обратно уберешь. Ой! А Дима, ты эти доставаешь штучки. Да, в нашем случае, в нашей машине, у нас здесь двигается столик по всему салону, круглый, трансформируется который, а такой дополнительный, у нас купленный. Вот, а здесь, видите, в комплекте история. Прикольно. Колочка нам, Леш, плаханный такой сделает. Для оба его. Вам, кстати, тоже так. Нам надо тоже. Нам надо, да, но мы без Леши. Вот, здесь платяной шкаф, но мы его прям туда наложили, еще контейнеры у нас там. Ну вы платья просто не носите. Платья не носим. Зачем? Таким людям платье. Мы нашли более хорошее. В принципе, для... А зачем вам бумага? У вас нет туалета. Ну, как туалет вокруг. А-а-а. Вот. Вот. Ну, такой ящик. Не, ну, конечно, здесь прям круть, да? Как вам? Классно. Вот. Ну, а здесь традиционно, заставлять уже ничего не будем, здесь просто раскладывается кровать. Это вообще секрет. Сколько мы на таможенях не проходим, вообще никогда не залезут. Никто даже не думает, что здесь ящик. Да. Ах, у нас тоже не проверяют ящики. они просто не в курсе. О-о-о. По сути, это тоже кровать раскладывается, она примерно по размеру, как и верхняя кровать. Она чуть-чуть поуже, потому что тут кухня. Ну да, здесь, а, вот еще два. Вот такая тачка. А, нет, у вас 54 же места, да. Вот нам она не подходит, потому что у нас больше. Потому что у нас нет денег. Нет, еще на одного человека. Потому что один ребенок, походу, лишний. Надо где-то его оставить. Не очень захотеть, можно было бы... А, кстати, в багажнике у вас тоже крутая штука есть. Модуль. Со стульями, да? Ну, красавица. Не, не надо достать. Надо, надо, все доставай. Все доставай. Вы что, ребята? Ну, ничего себе. Это вы где-то купили, это не шло в комплектации, не рассказывай. Это с Мегроса. Мироша, не надо это, скорее всего. Да не надо доставать, мы пошутили. ты что, Слава, ты что, ну все надо показывать. Сейчас Дима смотрит и медленно нас ненавидит, да? Сорян. Все равно доставать, потом еще, пускай. Тренируйся. У них в машине места мало, им все равно придется сидеть на улице, как нам палаточник. У нас в машине хватает. Не, по сути, как ты в прошлый раз сказал, по сути, это палатка только на колесах. У нас дети в багажнике. Комфортная, со всеми... Комфортная палатка. Самый главный вопрос, как вы ходите в туалет? Я уже сказал. Смотри. Ты что, за забор перепрыгивай? Стоя или сидя все-таки, надо определиться. Или процедуры разные? Разные. Ну и все, тогда определились. Короче, ребята, как спойлер, вот это вот, я вам покажу в следующем выпуске. Ну не в следующем, а в каком-то из следующих выпусков. Покажу. Вода Гилма. Да. Ну все, клево, что? Это оригинальная история? Это оригинальная история? Славян, надо же испытать. Аккуратненько. Что, могут сломаться? Аккуратненько. Это Volkswagen, все держится на соплях, аккуратненько. Что ты там? А есть поддержка поясничная? Да, электрическая. Не знаю, но они очень удобные. Зато честно. Ну удобно. Как вам тачка? И вообще, напишите в комментариях, какая машина вам понравилась больше всего. Какой бы вы выбрали способ передвижения для путешествия? Вариант А, вот такая вот мобильная. Мы за такую, вы же тоже за такую, правильно? Менять спрепланируете? Нет. Вот, мы тоже за такую. Так, Антоха, вообще палаточник. Да, блядь, отстань. Вариант 2, палатка. Вариант 2, вариант 2, Антоха. Вариант 3, это, как у Влада, огромнейший прицеп. А, вариант 4, это вот, как его назвать даже? Прицеп капля? Нет? Как он называется? Прицеп капля? Нет, они же каплю называют. Смотри, Руслан, посмотри, ты его внедорожный прицеп назвал каплей. Хорошо, что он уедет, когда ты себя уедешь. Капли, между прочим, есть тоже ого-го какие. Так что ты это. Ты бы еще в Калифорнию каплей назвал. Я назвал ее палаткой и пошел отсюда. Это машина палаткой. В общем, тот вариант 4, который мы смотрели, первый. Вот, пишите, какой вам больше зашел. Какой-то ты, никто не знает. Какой твой? Да, твой и зрители наш канал не смотрят. Блин, слушай, ты живешь вообще в домике, про тебя вообще нет речи никакой. 40 евро в сутки. Ты слился. От нас ты слился. Все, Антоха. Завтра, завтра уезжаю. Инсайды, инсайды, завтра улетаем в наш автодомик. Нет, когда зрители уже смотрят, ты уже там. Да, я уже там. Все, я уже в автодоме такой. Сиську покажу. Ссылку не оставлю, но сиську твою покажу. Король буду вот так сидеть уже. Где? Сидеть в Сербии? За сколько? Надеюсь, сидеть в автодоме за сиденьем? В Сербии тоже такая страна. Так себе. Самое основное, что привезли мне, ребята, это мою доску. Блин, прикиньте, почти год я на ней не катал. Теперь Артемка не будет мне жадничать. Свой скейт я буду катать самостоятельно. Ребята, вот это выпуск у нас с вами такой классный получился. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал. Все очень важные и нужные ссылки есть в описании к этому видеоролику. Я буду с вами прощаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok